В Восточно-Казахстанской области продолжает работу республиканский летний лагерь Ассамблеи Жастары. Он расположился в одном из самых живописных мест области на базе отдыха Сенегорье в городе Ридари. На базе лагеря состоялось мероприятие, где приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана, активисты Ассамблеи и представители областного молодежного движения Ассамблеи Жастары. Основная цель работы республиканского летнего лагеря Ассамблеи Жастары – сплочение молодежи вокруг принципов общенационального единства и согласия. Задача участников – помощь в построении грамотной коммуникации с социумом, демонстрация широкого спектра возможностей для представителей молодого поколения под эгидой Ассамблеи Жастары, популяризация национальных обычаев и традиций. Ребята активно и с пользой провели здесь время. Мероприятие будет продолжаться три дня. Были приглашены активисты с разных регионов страны. Также молодежь может ознакомиться с богатой природой нашего края. Участники могут продемонстрировать свои знания, отмениваться опытом. В регионе функционирует восемь домов дружбы. Отмечу, что не каждая область может похвастаться этим. Я думаю, что это наша особенность. Салимхан Сабитов приехал из Петропавловска. Он является активистом молодежного крыла Ассамблеи Жастары с Североказахстанской области. В летний лагерь ВКО он прибыл, чтобы познакомиться с ребятами из других регионов, а также поделиться своим опытом. В 2018 году Салимхан Сабитов разработал проект «Открыл первую в Казахстане автошколу для людей с инвалидностью». Активист уверен, что благодаря таким встречам молодежь наберется опыта и сможет открыть свое дело, которое будет работать во благо страны. На сегодняшний день проект «ЖИФ» в 2018 году, когда был республиканский конкурс в городе Алматы «Новая волна 100 плюс», как раз-таки поддерживали новых стартаперов. Такой идеи в нашей стране еще не было. И в связи с этим на сегодняшний день я выпустил порядка 28 человек, из них 10 являются с инвалидностью. Четверо уже купили себе автомобиль, переоборудовали наручное оборудование, катаются, выполнять свои какие-то бытовые дела, кто-то до работы, кто-то с работы, кто-то даже имеет возможность в выходные дни или в свободное от работы время оказывать услуги такси и при этом иметь дополнительный заработок. По словам Салимхана Сабитова, благодаря поддержке Ассамблей народа Казахстана, такие проекты воплощаются в жизнь и приносят пользу казахстанцам. Отметим, программа лагеря направлена на развитие потенциала молодежи. У нас ребята из северо-казахстанской области, из Дальнего Актау, из других регионов. Это впервые в Восточном Казахстане. Главная задача лагеря – это дать возможность ребятам познакомиться, немножко пообщаться, поделиться опытом. На сегодняшний день Восточный Казахстан является одним из лидеров в молодежном движении Ассамблей жестеры. Это и по количеству мероприятий, и по качеству. И мы всегда на передовой, когда у нас проходят какие-то сложные вещи, наши волонтеры первыми оказывают помощь. И сегодня ребята с северо-казахстанской области уже множество раз выразили слова благодарности, будучи они получили весной нашу помощь. В рамках мероприятия знакомство с участниками прошло в формате тимбилдинга и проведения командной игры «Этногей», которая позволила молодежи узнать об обычаях и традициях различных этносов. Также проведены дискуссионные площадки, обучающие тренинги, мотивационные встречи, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Яна Мумлева, Алия Сембинова, Каусары, Даят, Кызы, Алтай Ахпарат.